Как и следовало ожидать, театр наций отменил спектакль «Сказка про последнего ангела» с участием Народной артистки России Лии Ахиджаковой. Показы, напомню, должны были пройти в Москве 26 и 27 апреля, потом в июне гастроли в Петербурге 19-20, все спектакли отменены без объяснения причин, да и люди умные, что что-то объяснять-то, все же понятно про Ахиджакова и теперь про ее творчество и про спектакли. На сайте театра говорится, что те, кто покупил билеты электронным образом, получат деньги также по электронной почте, а билеты можно сдать в КАССу до 10 мая. Это был последний спектакль в нашей стране, в котором играла Лия Ахиджакова. Напомню, что в начале апреля глава федерального проекта безопасности и борьбы с коррупцией Виталий Бородин попросил признать артистку инагентом и возбудить против нее дело о госизмене. Еще там сколько-то дел, никаких дел, конечно, нет пока, но пока во всяком случае, видите, Вахиджакова и преступника, ну, а вот что такое, название какие красивые, федеральный проект безопасности и борьбы с коррупцией, что такое за федеральный проект? Мы вот с коррупцией боремся, я имею в моменте истины всю свою жизнь, сколько мы в эфире, лет 30, уже больше, но я вот такого господина ни разу не встречал, Виталий Бородин, но он сегодня пишет на всех соответствующие заявления, Впрочем, Даниил Козловский написал, говорят, заявление на самого теперь уже этого Бородина и складал о защите, честь и достоинстве. Очень интересно, чем все это закончится, а Лею Хиджакову, как я понимаю, в ближайшее время мы на сценах России не увидим. Здесь дело даже не в позиции Хиджаковой, а в том, что Василий Иванович Качалов, величайший советский актер, несколько лет, как известно, гастролировал и за границей в годы Гражданской войны, и в тех городах, где стояли белогвардейские части, он, Книпер, Чеховы, а сын Василия Ивановича Качалова, Вадим Шваругович, его звали в Семите, служил в белых войсках. Когда группа Качалова, она и в Америке успела побывать, да и где он только не побывал, все-таки после многолетних гастролей из Китании по разным странам, они бежали, фактически бежали из Советской России. Очень многие актеры. Когда они все вернулись в Москву, их, кстати, никто не встречал, из руководителей художественного театра на вокзале. Но почему-то никому не пришло в голову, ни Сталину, ни Троцкому, Троцкий тогда был силен, никому не пришло в голову из вождей революции спрашивать у Книпер, Чеховой, Качалова, как это так, такая позиция гражданская, что они сколько лет скитались по белогвардейским городам, да еще и потом поехали в Париж, в Белогвардейский Париж, в Белград белогвардейский, в Белград играли же для иммигрантов на русском языке. Даже у Вадима Шваруговича никто не спросил, а как это так вот он служил белогвардейцам, Антона Ивановича Деникину в частности. Кстати, министр культуры сегодня, Ольга, любимого правнучка Василия Ивановича Качалова, она из этой семьи, это так, для справки, как звезды сходятся, интересно. Кстати, сейчас все обсуждают разные приговоры, которые у нас выносят, мне бы хотелось в этой связи напомнить только один исторический пример, как говорится, информация к размышлению, ни о чем не хочу сказать. Все сравнения хромают, ну что ж сравнивать кого-то с чем-то, но сколько лет получил по приговору Нюронбергского суда Вайтер Шелленберг, начальник немецкой разведки, один из ближайших сподвижников Гитлера. Сколько лет он получил по приговору Нюронбергского суда Вайтер Шелленберг? Шесть лет? Ну это так, для справки. Субтитры сделал DimaTorzok